Маленькая и дешевая. Мысли о себе в момент болезненного смущения, когда кто-то иной платит за мою бутылку воды. Среди видеокарт же без тени неловкости за дарма отдается RTX 4070. Переплюнувшая в вопросе доступности даже палит, от какой ютуб тошнит. Ну и шо вы думаете? Ее-то я и купила. А значит, убирайте тазики, ведь грядут тесты, красивые проводки и самые нежные заячьи объятия. 40-ая линейка карт NVIDIA – отражение целого ряда компромиссов. Невнятные мыльные лучи, небольшой прирост производительности, скромные объемы видеопамяти, узкая шина, недостатки кои пытались нивелировать расширением объема кэша, цены, вынуждающие многократно взвесить вопрос рентабельности вложений, хитрые манипуляции с дропом RTX 4070 Super, ну а красные – тема отдельная, как яички пончика после кастрации. Нельзя не обнаружить, не то что пончиков, что нынешняя обстановка в мире оказала влияние на рынок и в текущее время абсолютно все овер-овер дорого. Рекомендованную розничную стоимость можно наблюдать разве что в презентациях, из всего образуется весьма логическое умозаключение, что подобного рода покупки вынудят тебя снять с себя все вплоть до трусов. В моем случае это не помогло. Меня выдворили из магазина. Исходя из вышеизложенного, делаем вывод, что цена на новую Zota RDX 4070 чуть ли не подарок-то в самом деле, и ванаж на 25% ниже ближайшего конкурента. По неведомой мне причине на момент записи видео Zota не представлена у официальных ритейлеров, поэтому займеть ее было возможно лишь посредством сервисов Avita и Ozon. Собственно, этот вариант как раз и был приобретен на Ozon с доставкой из России и трехлетней гарантией, какая небезосновательно выделяет покупку на фоне вариаций из Китая, а также дарует уверенность в завтрашнем дне. Что еще бы такого купить, дабы взгляд на будущее формировался позитивным? Ну, разве что так, и все же я крайне против и вам не рекомендую. Если пускать сравнение средней цены тех же сетевых магазинов и маркетплейса на видеокарты и непосредственно на рассматриваемый Zota, то образуется экономия в 15 тысяч рублей в пользу него. Ощущаешь весомый аргумент в принятии решения? А ежели взять во внимание еще и факт того, что по заявленным характеристикам данная карта работает на референсных частотах, то есть не является урезком. Ожидаешь подвох? Ведь поедине и едва ли может быть здесь все так уж идеально? Об этом тоже мгновенно задумалась, и так и да. Минусы у нее есть, и они проявят себя в дальнейшем тестировании. А пока на повестке дня визуальная составляющая. Зоток RTX 4070 Twin Edge не о подбородках речь. Правда, наиболее компактная из всех 4070. Такая же, как я, ваша полторашка. Какое, кстати, как и, допустим, пиво, тоже можно только с 18. Покажи, покажи мне любой. Ее длина? А твоя? А ну размер хуя мне покажи. Чтоб все увидели. 225,5 миллиметров. Еще не ITX, но тоже очень даже коротышно. Известные энтузиасты, устраивающие радиатору обрезания, да в последующем загоняющие устройства, над коем поработали своими ручками, в микроскопические корпуса. Звучит как-то по-педофильному. Однако и им не переплюнуть гения, какой самостильно собрал 4070 Ti, совершенно незнамо как, длиной 17,5 сантиметров. Это очень хорошо. Мне это подходит. Ну и без данных манипуляций, Зодок, напомню, действительно, самая маленькая заводская RTX 4070 на сей день. И толстый ее, в отличие от моей зимней жопы, не охарактеризуешь. Жирная жопа, у тебя жирная жопа. Система Ice Storm 2.0 занимает 2.2 слота и оснащена двумя вентилями. Охлаждение едва ли прям производительное, но тем не менее, Зодок выпустили разогнанную версию 4070 и версию 4070 Ti на полностью идентичной системе. Следовательно, справляться предположительно должно. Ну, в принципе-то и проверим. По питанию все просто, как и у меня. Желание поесть – это реальная причина, чтобы пойти и поесть. Тут очки один 8-пиновый разъем. Из украшательств имеем подсветку логотипа и симпатичный бэкплейт. Не толики а-ля поватых сочетаний в диете, как, например, у Colorful. Что-либо озвучить относительно компонентной базы не могу, ибо информации в сети не шибко уж много на этот счет. От того, будут ли проблемы из-за нее, покажет только время. Из обнаженных негодованием на рейде дефектов – неаккуратно завальцованные теплотрубки. В моей версии, стоит признать, таковой изъяну выявлен не был. А теперь тесты. В наличии у меня две карты RTX 4070, одна из коих Colorful iGame, имеющая жирнющий охват и заводской разгон. Другая, как говорила ранее, работает на референсных частотах. Соответственно, сочла необходимым провести сравнительный анализ синтетики до выиграх, их температур и производительности на двух в достаточной мере хайповых сборках. У меня позвоночник хрустнул. Как тяжелее моей жизни, явно. В первом станет свеженький отбракованный пирожочек, если не считать мой, Ryzen 5 5700 X3D с 32 гигабайтами памяти на 3600 МГц в закрытом, но хорошо продуваемом корпусе Лиан Ли. Вторым, Xeon E5 2667 V4 с 32 гигабайтами памяти DDR4 2 400 МГц, собранный в открытом корпусе стэнди, использование коего позволит карточкам свободно дышать, да явит нам с тобой, зайчик, эталонные результаты. Это, к слову, тот яркий случай, когда, как говорится, купил визюху, остальное отдали сдачей. И потешив эго идеального человека кадром, где без него и вправду оказалось одной ногой на панели, начну, пожалуй, со стенда. Итак, фурмарк за 5 минут прогрел чип Zotac до 69-72 градусов, ход спот в 83-85. iGame в аналогичном тесте оказалось заметно прохладнее. 60-62 градуса чип, горячая точка 72-75 градусов. В закрытом корпусе температуры, что логично, иные. Zotac прогрелась до 73-76 градусов, hotspot 90-92. Colorful iGame до 63-66 градусов, hotspot 75-78 градусов. В обоих случаях Zotac RTX 4070 была горячее iGame на плюс-минус 10 градусов, hotspot выходил за 90, что не особенно приятно, но вовсе меж тем не критично. Напрашивается вывод, что от выбранного тобой корпуса зависит все-таки не столь уж и мало. Unigine Superposition 4K Optimized выдал практически идентичные показатели по очкам и производительности. В играх видеокарты почти так же непредсказуемы, как результаты недавних выборов, и довольно схожи между собой по работе. Отличие в FPS имеет место быть, обусловлено это, однако, заводским разгоном Colorful. Коли поиграться с андервольтингом до разгоном версии Zotac, разница нивелируется. Как ни что иное, интересны показатели производительности между сборками. Комплект на Xeon дешевле одного лишь только процессора 5700 X3D, а проявляет себя в киберпанке метро поистине таки достойно. И это на ультра настройках с максималками ретрейсинга и DLSS на качество. Far Cry 6 Xeon далеко позади Ryzen. Тесты, правда, были на Full HD, а не на 2К, как того хотелось, но они же так-то вторичны, поскольку мы в основе своих говорим про Zotac. Да? Так, если в целом, то что можно отметить? Предсказуемую зависимость температур от охлаждения. В видеокарте Zotac RTX 4070, удерживающая комфортный для восприятия, не выделяющаяся на фоне остальной системы уровень шума, какая не воет вентиляторами, не пищит дросселями при нагрузке, и, как выяснилось, все же рекомендовано было находиться в недурно продуваемом корпусе или иметь дополнительный обдув. Это не всегда возможно в тех же компактных корпусах. Стоит ли своих денег она? Решай, разумеется, сам. Сколько бы, между тем, не витала хейта вокруг 40-ой линейки, ее покупают. А что там будет в 50-е, когда ее ожидать? Какие цены в связке с курсом того периода получим? Ничуть не понятно. Да и не пора ли начать бороться с синдромом отложенной жизни? Была адресована масса вопросов относительно пропажи. Дабы сформировать развернутый ответ, потребовалось бы немало времени. Я же хочу отныне и впредь акцентироваться на действительно важном. И это вы. Знаете, ежели истинно в вине, похоже, в этой жизни я поистине преисполнилась, ибо пред вами вину испытываю колоссальнейшую. Мне не хватило сил выйти в свет в тех обстоятельствах, в каких оказалась заточена, но, как говорится, и для старухи найдутся стрингухи. Вот и мне выпал шанс попробовать снова. Искренне надеюсь, что вы еще обладаете хотя бы долей желания проработать наши отношения, ведь если ты дебил, будет интересно. Целую, обнимаю, люблю.